всем привет хочу еще показать в одном из недавних видео показывал этот пистолет его собственно даже не запечатал раскладываем шумный герметик это пистолет компания п.п. внутри заряжен распыляемый герметик компания п.п. тоже мы им раскладывали швы что он еще собственно может за счет того что у него есть игла который он перекрывает подачу материала воздух который выдавливает материал и кран который открывает подачу воздуха именно как у обычного распыляемого пистолета у него есть специальная вот такая насадка я сейчас вместе с вами попробую потому что сам еще этого не делал нам нужно восстановить тут идет ремонт порога восстановить герметик который лежит на порогах на всех заводских порогах как выглядит она то есть тут у нас есть дюза с иглой открываем ее и воздух выдавливает нам материал также здесь есть жиклеры которые открывают этот кран дуют нам воздухом дует как вот как по красочной пистоле сначала идет воздух потом идет материал иглой мы можем регулировать объем подачи материала так вот на всех заводских порогах лежит именно герметик не гравитекс как мы обычно привыкли его его подражать да гравитексом можно в принципе повторить и текстуру но нету именно той резиновости у гравитекса то есть клей он резиновый он реально гораздо крепче держится он гораздо лучше предотвращает пробивание камнями при своей более тонкой толщине нежели гравитекс с гравитексом надо реально коржаку навалить чтобы она держала клей не нужен такой толстый слой ну короче с завода идет клей поэтому и мы положим клей тем более спасибо олегу он не подогнал этот пистолет еще год назад вот только только дошли руки попробовать так что мы имеем надо больше воздуха струя тут только точкой без вариантов начнем с по чуть-чуть и сейчас иглу вообще заверну в 0 полностью потому что мне надо не полностью все переложить а только вот это вот ребро краешек потому что я тут спиливала жарченко был пошло воздух так шикарно давлением воздуха можно регулировать толщину слоя скажите поехали так надо больше воздуха ну знаете мне так нравится он хоть и кажется что дует узко но по факту такой распыл идет я пытаюсь только краешек а у меня идет застрел аж туда все подготовлено зеленым скотчбрайтом это самый крупный скотчбрайт для того чтобы клей мог схватиться с риской если не дать хорошие риски он потом будет ослаиваться оттуда само собой обезжирена высушена все чисто только так можно целиком наваливать на весь порог клей честно тут даже краска не пробитая насквозь обычно сначала знаете краска смывается вся потом видно клей и только потом аж доходит до клея поэтому целиком порог заваливать необходимости не вижу нету именно надобности в этом поэтому еще раз проходим только краешек сам и сразу будем снимать скотч получается в центре сухое пятно за счет не знаю там угла может так перекрывает или еще что-то а по краям раскидывает клеев но это нам не мешает изумительно все теперь пистолет в принципе я вот эту башку откручу ох и резьбы там а тут и мыть нечего она чистая и тут мыть нечего потому что тут игла все пистолет абсолютно герметичен я его так кладу на полочку на складе и он лежит ждет своего следующего порога мне прям нравится давайте снимать сразу тут два варианта либо снимать сразу либо снимать уже после полного высыхания но после полного высыхания вот это вот единое единый слой он просто у меня не снимется и у меня либо скотч порвется либо я начну лохматами такими отрывать поэтому тут вариант снимаем только сразу та же тема и с гравитексом кстати уже испаскудился герметик измазался давайте глянем красивый кантик ничего нет топорщилась на нем ох это заливала и плавный выход на нет все теперь это высыхает также ночью ночь клей хорошо просыхает все нормальненько потом его можно подматывать красным скотч братиком обезжириваем и уже делаем дальше что хотим ну вообще тут дальше краска но в плане чего хотим если надо грунтовать ну это глупо на такую штуку грунтовать нет необходимости поэтому тут только окраска всем спасибо за внимание пользуйтесь хорошим инструментом реально это это реально круто работаешь получаешь удовольствие всем пока